Привет, друзья! Я нахожусь в необычном месте немножечко. Вот у меня, вы видите, за спиной горы. Я нахожусь в курортном поселке Дамбай. Это при Эльбрусье. Там с другой стороны отеля снег виден. Но сейчас речь не об этом. Сейчас речь о том, что... Есть такой рассказ у Агаты Кристи о спящей убийстве. Так вот, здесь спящие доходы. Именно об этом сегодня речь. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Спящие доходы. О чем речь? Я в начале, в конце января приобрел ноту. Помните, я рассказывал о ней? 20% доходности она должна дать, 20% годовых. И я, начиная с прошлого лета, вот уже больше года, говорю, что, ребята, ноты это хороший инструмент, на мой взгляд, потому что они дают повышенную доходность и более-менее она гарантирована. И я открывал эти ноты, они закрывались по автоколу, потому что она дает... Если все активы, которые входят, растут, она закрывается моментально и дает прибыль. У меня эти ноты закрывались, я снова их открывал, 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 открывал. И в конце января, непосредственно перед кризисом, я открыл очередную ноту, которая не дала... Ну, в смысле, в которой все акции упали. И они упали настолько, что нота перестала давать доходность. То есть все, они упали очень низко, и мне купоны не выплачивались. Но там есть условия, вот именно о чем речь идет. Условия о том, что купоны будут выплачиваться, если все акции, ну, как только они вернутся в диапазон выше, чем купонный барьер, то все купоны будут запомнены, которые были не выплачены, выплатятся. И вот вчера или позавчера мне пришли купоны аж за полгода. Давайте посмотрим, сейчас вот горы покажу. Давайте посмотрим, что же произошло. Итак, вот мы видим с вами, в конце января, 21 января, где-то я приобрел эту ноту, 20% годовых, нота номер один. И первая купонная выплата у меня была. А следующая у меня, смотрите, все акции рухнули. Напоминаю, что купон выплачивается, если самая плохая акция будет выше, чем вот этот вот купонный барьер. Смотрите, все акции рухнули, вообще все ниже. Вот, следующий месяц. Три акции вышли выше диапазона, Сбербанк ниже. Следующий, купонная выплата, то же самое. Следующая купонная выплата, то же самое. Сбербанк ниже. Следующая купонная выплата, то же самое. Сбербанк ниже. А теперь смотрите, вот то, что произошло последние дни. Смотрите, три компании, три компании уже выше, чем барьер автоотзыва, выше, чем автокол. И только Сбербанк вошел вот сюда, в зону. Очень драматично было вот здесь, смотрите, прямо на грани Сбербанк. Прямо на самой грани. Там не хватило двух рублей для того, чтобы получить купон. И вот здесь вот Сбербанк поднялся немножечко. И мне поступили купоны за раз, два, три, четыре, пять, шесть. За шесть месяцев. То есть у меня вчера капнуло больше десяти тысяч рублей на счет. То есть за полгода это 10% от суммы, то есть от 100 тысяч практически больше десяти тысяч мне капнуло. То есть спящие доходы. Вот почему мне это напомнило рассказ Агаты Кристи. И дальше. Если, не дай бог, Сбербанк вырастет еще выше, вот сюда, а у него есть все шансы, то эта нота будет закрыта и такой ноты уже не найти. Вот поэтому мне очень нравятся вот такие ноты, потому что 20% доходности сейчас уже нигде не найти. Потому что сейчас новые ноты, которые есть, они уже дают меньшую доходность. Но при этом они все еще привлекательны. Сейчас доходности таких нет по 20%, по-моему, там 10-15%. Я об этом буду рассказывать еще в ближайшее время о свежих нотах. Там их очень-очень много. Самое интересное я буду рассказывать. Но факт тот, что, вот посмотрите, эффект памяти, то есть спящий эффект, дивиденды, не дивиденды, купоны выплачиваются. Ну, сейчас у меня тут, видите, походные условия. Тут болгарка и ребята работают, в соседний отель строят. Вот. Ну, а мы собираемся сейчас, ну, совершить какую-то экскурсию. Ну, в горы пойдем. Ну, оставайтесь на моем канале. Буду стараться держать вас в курсе. Мы здесь еще там 2 или 3 дня проводим. До встречи. С вами был Демитков Юрий. С вами был Демитков Юрий.